24 июня 2014 года российский президент Владимир Путин был с рабочим визитом в Вене. Клат-ИФАУ присутствовала для вас на пресс-конференции, проходящей в этих рамках. Глава российского государства еще раз продемонстрировал, что Россия не заинтересована в войне с Украиной и сделал ясный знак деэскалации. Непосредственно перед своим прибытием в Вену Путин послал Российскому Совету Федерации письмо. С содержанием письма была просьба к Совету отменить его полномочия, которые ему было предоставлено во время кризиса в Крыму, чтобы в случае необходимости иметь возможность введения войск вмешаться в конфликт с соседней страной. Вооруженные силы не использовали. Более того, мы даже не превысили численность вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным договором. И в этом смысле президент России и не воспользовался данным ему Верхней Палатой Парламента правом. Да, я не буду скрывать, я уже об этом говорил. Мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу воли и изъявления крымчан. Действительно, я сегодня такое письмо в Совет Федерации направил. С чем это связано? Во-первых, с тем, что получено такое разрешение. И моя просьба дать такое разрешение. В то же время Путин подверг критике стремления украинского правительства к миру как недостаточное и потребовал, чтобы словам следовали действия. Того, что до сих пор сделано, недостаточно для того, чтобы добиться действительно выхода из кризиса. Потому что сказать только, что мы останавливаем боевые действия на семь дней, а кто за семь дней не разрушится, будет уничтожен, это не путь к миру. Но это всё-таки важный шаг в нужном направлении. Мы надеемся, что, а, будет продлено перемирие, и, б, что оно будет использовано для субстантивных переговоров. Отвечаю на ваш вопрос, что мы считаем сутью этих переговоров. Нужно не требовать разоружения, тем более у восточной части Украины, тем более, что радикальные силы в виде правого сектора и других радикалов не разоружены до сих пор, хотя многократно об этом говорили и обещали, что эти незаконные, по сути дела, формирования сложат оружие. Они оружие не сложили, даже Майдан до сих пор не освободили. Требовать в этих условиях сдачи оружия со стороны ополченцев просто, на мой взгляд, бессмысленно, потому что они, вспоминая то, что произошло в Одессе, отвечают. Мы сегодня сложим оружие, а завтра на всех сожгут заживо. Но предложение перемирия и начало переговоров – это, безусловно, правильное предложение. И мы, Россия, и я, как глава российского государства, хотим создать условия для этого мирного процесса. Заключительное утверждение ясно показало, что Путин не был и не является заинтересован так называемым присоединением Восточной Украины. Он видит возможность успешного мирного процесса в том случае, если украинское правительство действительно осуществит требования населения. Необходимо, чтобы правительство услышало крик народа о большем самоопределении. Но рассчитываю на то, что мирный процесс будет развиваться в направлении решения вопросов о правах, законных правах граждан, проживающих в Восточной части. Нужно говорить об изменениях в основной закон, о том, как люди будут там жить и как они будут гарантированы в своих правах, о которых я уже сказал. Дамы и господа, теперь будет видно, действительно ли украинское правительство в состоянии принять во внимание желание своих южно-восточных регионов, или же найдется причина ввести в исполнение план Б, которым угрожал Порошенко, полное военное наступление на Донбасс. Клаты Фау уже пришли сообщения и фотоматериал, свидетельствующие о перемещении украинской тяжелой военной техники на восток страны, и это во время объявленного перемирия. Может быть, эта пауза была лишь игрой на время, чтобы основательно подготовить план Б. Остается лишь надеяться, что новые старания Путина для восстановления мира принесут плод. Доброго вечера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...